Он эти деньги занял в некосударственном пенсионном фонде. И вот, пожалуйста, какого замечательного инвестора нашли, а свой бизнес на месте почему-то не захотели развивать, не нашли юридическое лицо, которое способно в городе Балакова. У нас есть бизнес-инкубатор, и этот бизнес-инкубатор мог организовать юридическое лицо, зарегистрировать его, научить его, как работать, какие вопросы решать и так далее. И кредиты, извините меня, взять, можно было бы тоже под гарантией правительства или муниципалитета, как сделала ЗАО управления отходами. Они взяли кредиты именно под гарантией правительства, зародской области. Это, знаете, скурочки сварят и дурочки. Нам нужно говорить много, давай, все-таки, может быть, дело вернемся. На самом деле, что мы здесь всех слушаем, понимаете, хорошо, замечание справедливо. Что делать дальше, скажите? Что делать? Выносить на улицу? На макарон石. Давайте breadth здесь. Это результат действенности администрации. Раз такой результат выносит на улицу мусор, вот и все. Нам сказали, поступили. Послушайте, вопрос другой. Успокойтесь, вопрос другой. На серию встречи было сказано, те замечания, которые вы сказали книжки, должны будут рассматривать. Но мы здесь живем, сегодняшний вид, что делать дальше? Факт есть. Вот женщина, вы сами делаете, когда в вашем доме забьется мусоропровод, вы первые придете. Но однако этого допустим не надо. Давайте принимать иные решения, а не слушать вашей власти. Спасибо. Следующий вопрос. Спасибо большое. Думаю, все фиксируют. Мы вас услышали. Не переживайте. Секундочку, внимание, коллега ваш наступает. Секундочку. Я тоже немного рисковато скажу. Я вот обращаюсь к вам как представителям муниципальной власти и скажу, что господа, вы охренели, выражаюсь против народным языком. Вы свои личные интересы здесь не так высоко, что наплевали полностью все население нашего города. И не случайно, что допустили вот эту московскую фирму бронетходами, которая, не вкладывая ни копейки, хочет за наш счет организовать здесь бизнес. Второе. Вы нарушаете закон федеральный 458. Это от 29-го, 12-го, 14-го года. Который дополнен 404-м законом, тоже от 29-го, но 15-го года. Так вот, согласно этого закона, статья 23-й, пункт 7-й, там сказано, что если регион, который не успел наделить юридическое лицо правом регионального оператора, то этот субъект остается, или нет, действует на этом субъекте закон 210-й от 2004-го года. А этот закон означает, что все давно оставаться по-старому. То есть, вывоз и переработка отходов, это относится к жилищным услугам, а жилищные тарифы на жилищные услуги устанавливают и утверждают общее собрание собственников, а его согласовывает управляющая компания. Поэтому, если только появится, значит, строчка дополнительная какая-то, значит, я призываю всех ни к эту прориску не оплачивать, потому что это незаконно. А мы будем обращаться в прокуратуру. Спасибо. Но, по большому счету, ничего нового-то мы не услышали, Наталья Анина сегодня комментировала уже, поэтому я почему-то говорю, что просто может не повторяться тогда. Поэтому... Нет, не повторяться нельзя, потому что вопрос конкретный. Я председатель ДСЖ. Секундочку. Не обсуждая того, к чему данного момента... Она сама может поднять его. Почему? К чему это привело сейчас, там, законно-незаконно, да? На данный момент, сейчас, пока у нас вывоз мусора относится к содержанию и ремонту, у нас заложен в тарифе. У ДСЖ, у управляющей компании. Сейчас мне поднимают вывоз мусора. Я, как исполнитель, довожу до сведений своих соседей, жильцов, о том, что, ребята, у нас очень сильно поднялся мусор. И мы с вами выходим на общее собрание. То есть я действую в рамках закона. И говорю, сегодня мы должны с вами увеличить тариф на 2,5, там, в 2,5 раз. Не тариф, а поднять, там, на 2,5 рубля у меня получается. А то и на 3. В собрании мне говорит, нет, Дарья Валентиновна, мы не будем поднимать эти деньги. Я говорю, ну, у меня нечем платить за вывоз мусора. Они говорят, и нехай растет эта куча у нас за домом. Сразу с администрацией в течение первых суток ко мне приходят и штрафуют меня. Я довожу до сведений жильцов о том, что меня штрафовали. Первый раз там на 10 тысяч. Меньше, чем вывоз мусора за месяц, замечу. На следующий месяц ко мне опять они приходят. И штрафуют еще больше. А люди мне не поднимают тариф. Я его поднять самостоятельно не могу. Все сейчас призывают людей к тому, что не поднимать тариф. Что делать мне, что делать управляющим компаниям? Где нам брать деньги? Сейчас извозчики первый месяц в соответствии тоже с нашими договорами, законами. То есть этот месяц еще мы терпим, кувыркаемся как-то непонятно. Сами еще даже не поняли, что будет. Они просто выставят, мне еще скажут, не заплатите через месяц, мы приостановим вас. Вот конкретно, что делать мне? Завтра мне прилетит штраф от вас. И от пожарников еще. Спасибо за вопрос. Нет, в ответ. Смотрите, я думаю, что сейчас у нас сегодня присутствует здесь руководитель компания «Мехуборка». Я думаю, нет, ну я прям секундочку, то что мы можем какие-то комментарии сейчас получить на этот предмет. Значит, по поводу того, что вот люди на собраниях не повышают. То есть вы понимаете, в чем дело? Мы вот для чего, в принципе, собрались? Мы как раз эту проблему, мы проблему как раз эту обсуждаем. А другие собрания вы проводите, вам хоть на что-то, там, на творников, не знаю, там, вам хоть на что-то повысили? Повысили, вообще-то повысили? А что? А что? Вы знаете, у нас ТСЖ, и ТСЖ довольно-таки давно, да, в моих домах, которые я управляю, по крайней мере, да? И у нас уже люди к этому привыкли, они адекватны, они понимают, за что они платят. Они понимают каждую строчку, они уже все это знают. Им это хорошо. И мы как раз к этому, вот с вами и приходим, чтобы адекватно, секундочку, чтобы адекватно как раз объяснить, донести, если вдруг будут выявлены какие-то нарушения, как об этом говорили, мы же все вопросы отфиксировали еще вчера. На предмет того, что если КГРД неправильно что-то посчитал, тариф каким-то образом слишком высок и так далее, ну, уже, Наталья Леонидовна уже написала соответствующее обращение. Это полгода. Вы же дослушайте. Значит, обращение в соответствующую службу обязательно уже последовали. Мы сегодня уже говорили, она уже эти обращения сделала. Понимаете? У нас есть соответствующая договоренность ЗАО управления отходами. Мы же понимаем, что город мусором зарасти не должен. Поэтому в декабре были закуплены талоны по ценовой политике 2015 года.